Борьба с ковидом – дело общее. Состоялась уже вторая международная онлайн-сессия Баренцев Евро-Арктического региона, посвященная мерам борьбы с коронавирусом. В ней принял участие и глава Мурманской области Андрей Чибис. Открывая вторую международную онлайн-сессию Биар против коронавируса, губернатор Андрей Чибис отметил ее важность. Ведь в ходе мероприятия страны не только обмениваются опытом борьбы с опасной инфекцией, но и разрабатывают новые пути взаимодействия. Глава Мурманской области рассказал участникам, какие меры принимались для предотвращения распространения коронавируса в Заполярье и как удалось сохранить бизнес-сферу. Мы не остановили ни одно крупное производство, отработав все режимы с этими работодателями. Нам удалось не уронить экономику крупную, то есть крупное производство, не остановить ни одну стройплощадку и поддержать, вовремя поддержать малый и средний бизнес, да в супер льготные условия для их развития. Огромный эффект дали введенные на федеральном уровне льготы для резидентов арктической зоны России и создание ТОР столицы Арктики, рассказал губернатор. Рост инвестиций в региональную экономику за полгода составил более 8%, когда по стране этот показатель был отрицательным. Во время встречи глава норвежского Баренцева секретариата предложил запустить между Киркенесом и Заполярным электрошаттл, но реализует проект только после снятия действующих противоэпидемических ограничений. У нас в Заполярном есть соответствующая электрозаправка и вообще наш регион будет активно помогать развивать тему электротранспорта, в том числе за счет снижения налогов на транспортного налога для таких видов транспорта. Кроме того, по инициативе губернатора Мурманской области на базе интернет-портала «Баренцево сотрудничество» будет создана постоянно действующая онлайн-платформа для обмена опытом борьбы с коронавирусом, а также теми инновациями, появление которых стимулировала пандемия. Продолжение следует...